Наводят порядок на берегах Енисея. Мич Самат Муканов вошел в число эко-волонтеров, которые в эти дни ведут масштабную уборку на Таймыре. Задача добровольцев – очистить прибрежную зону от металлолома и горюче-смазочных материалов, которые скопились там за годы освоения Арктики. Как проводить такие работы, рассказали сотрудники МЧС. Для студентов организовали мастер-класс. Ведут ребята и подсчет брошенных автомобилей. Их заносят в специальную базу данных, которую после передадут в соответствующие ведомства для дальнейшей утилизации техники. Есть ребята, которые уже имеют богатый опыт на территориях, где происходило ЧАЭС. И также ребята, которые первый раз участвуют на проектах. Занимаемся очисткой побережья реки Енисей и ручья Пшеничный от захламления. То есть это металлоконструкция, различный мусор в рамках проекта «Чистая Арктика». Свободное время у нас, как правило, после 8 вечера. То есть до этого времени мы находимся на локации, где занимаемся уборкой. Добавлю, что всего на Таймыре сейчас работают 32 студента из 13 регионов России. Масштабная уборка продлится до 15 августа. За это время ребята наведут порядок в прибрежных зонах ручья Пшеничный, это приток Енисея. А также у озера Долгое и реки Щучья. Все работы организованы в рамках масштабного проекта «Чистая Арктика». Исследованы в рамках масштабного проекта «Чистая Арттуранска» Чтобы сотрудничество не падает плачёный,